всем привет рада вас снова приветствовать на своем канале простая жизнь польши у нас сегодня погодка такая видите не очень опять похолодало моисеон в кофтах холодно но слава богу жары конечно нет но позавчера было вчера и позавчера было тепло уже люди разделись ходили в футболках ну сегодня снова изменения хотя изменения у нас произошли еще со вчерашнего дня потому что после обеда нас пошел град я вам потом вставлю это покажу у нас сегодня 13 июня идет град самый настоящий вы знаете сегодня хочу рассказать по просьбе моих подписчиков моих друзей почему значит как я приехала в польшу как я устроила сюда своих детей то есть я хочу сегодня рассказать на эту тему знаете в моей жизни два года назад даже не два года в пятнадцатом году когда у нас начались обстрелы когда у нас страна можно сказать особенно наш донбасс пострадал такой стал у меня жизненный важный вопрос уехать из страны мне было очень тяжело у меня была прекрасная работа прекрасные ну скажем неплохие жилищные условия у нас был свой дом хороший который я много лет туда влаживала свою силу здоровья дети учились в школе была прекрасная школа прекрасные учителя хороший коллектив у меня на работе был кстати девочки если кто сейчас меня слышит всем большой привет всех люблю помню и целую но сами понимаете когда рядом в десяти километрах постоянно идут бои у нас наш район почти почти на тот момент считался серой зоной но у нас власть была украина все как положено но была куча беженцев кучах солдат ходили блокпосты да и пришлось вы знаете в один прекрасный момент задуматься а смогу ли я жить в этой стране смогу ли я спокойно учить здесь детей когда рядом идут бои когда ты находишься все время в страхе вы знаете ребята никому этого не пожелаю этого увидеть то что пришлось испытать всему донбассу луганску многие по что угодно говорят то что угодно рассуждает кто в чем виноват я в это не хочу лезть эта политика все станет известно когда-нибудь на свои места все встанет но то что мирные жители страдали это очень страшно но речь не о том просто это меня сподвигло на то что я должна была взять себя в руки рассудить взвесить все точки все пункты соприкоснулись чтобы у меня понимаете чтобы в голове все стало как бы правильно то есть я должна была подумать о своих детях я должна была подумать о своей семье да в моей семье у нас с мужем конечно по этому вопросу были разногласия но представьте прожить много лет на своей на своей родине да прожить иметь прекрасную работу мужа была прекраснейшая работа он можно сказать сам себе был начальником на своей работе понимаете прекрасная зарплата у меня была неплохая я уже выезжала получается зарплату убавили и я уже задумалась а может действительно надо все менять потому что на эти деньги было просто невозможно жить это ну это так если ты сам а если у тебя семья которая еще ребенок старше учиться в киеве понимаете надо уже думать и мы долго думали куда я пересмотрела хочу сказать очень много блогеров ну сказать чтоб 1 2 3 но человек 30 именно которые живут в польше пока но вы знаете в основном люди ехали жены ехали если там муж уехал они начать едут на совместное проживание то есть у них получается совсем другая история до либо просто едет молодежь на заработки молодые блогеры как правило очень много и кстати толковые ребята замечательно отношусь замечательно одобряю что едут молодые таких блогеров таких людей как я которые ехали семьей сразу не не знаю ни языка не имея карты поляков не имея капитала не было я сколько пересмотрела но может быть у кого-то была немножко другая история или кто-то может быть я знаю таких людей много но посмотреть на чью-то жизнь просто не было но из того что я видела в основном я же говорю это молодежь либо семьи у которых были к был какой-то бизнес был как и были какие-то доходы хороших либо были карты либо мужа либо у жены была карта они сюда приехали получили сталый то есть а таких людей как мы вот которые приехали сюда с бухты барахты скажем так без знания языка ни друзей никого в этом городе у нас не было расскажу как я сюда приехала но в пятнадцатом году вернемся к пятнадцатому году когда у нас началась вот эта история с военными действиями мои очень хорошие друзья выехали выехали в польшу и так получилось они выехали как беженцы до было им тяжело но прошло какое-то время быт у них наладился работают оба детки учатся прекрасно все получилось жизни а мы так получилось что муж долго не решался я была уже готова где-то ехать а муж говорит ну вот бросим и дом куда мы поедем как многие из нас и мои же подписчики мне говорят куда вы едете ни квартиры ничего надо иметь жилье ребята все все очень тяжело но когда ты уже понимаете готов все это оставить то есть бросить свой дом бросить ради жизни понимаете тоже не думаешь о том что а где ты будешь жить а квартира ты знаешь что ты можно сказать своим трудом этого добьешься да так получилось что мы сорвались но благодаря нашим друзьям которые выехали в пятнадцатом году они нам помогли с визой сделали нам визу в этот город вы спросите почему именно в этот город ну так получилось в жизни вы должны сами знаете что в нашей жизни все просто так не бывает значит это было сверху самим богом для нас предусмотрено они нам значит сделали визу в этот город кстати живу я в городе валбжих на юго-западе польши а приехала я с юго-востока с города мариуполя с города на берегу азовского моря приехала в горы кстати всю жизнь любила горы и приехала сюда ну по такой вот случайности скажем хотя случайности не бывает все закономерно насколько это можно своими мозгами воспринимать так вот ребята помогли нам и когда мы ехали стал возник вопрос где мы будем жить до виза уже была на руках но как было выехать мне имея двоих взрослых мальчишек на тот момент дочка наша училась на втором курсе а нам значит я срываю значит мальчишек один учится значит закончил десятый класс значит второй меньше должен был идти девятый класс в украине да я срываю учителя конечно многие не понимают дети учатся прекрасно что кстати это мы сейчас гуляем это тут такой вот детский сад почему мы я это сделала да но многие многие не понимали но пришлось момент настал я бросила работу ушла с работы уволилась тоже многие не не одобряли не понимали куда ты едешь неизвестность да это была неизвестность но мне пришлось положить на эту неизвестность все то что я в какой-то знаете свой успех свое какое-то достижение по работе ну то что я действительно достигла понимаете я сидела в прекрасном месте то есть но работала сидела работала в управлении соцзащиты у нас это большое здание когда потом покажу рай администрации то есть сиди себе работай до чего ты срываешься но даже из-за этой всей ситуации просто накипела да вернемся к нашим баранам как говорят и значит вопрос стал а где же нам жить то есть спросите вы да ну опять же подруга говорит мы найдем с ними снимем это самое тебе квартиру не переживай ну мы как бы спокойны но супруг мой он того был вот человек он и сейчас он ну конечно я ему благодарна за это он мне кстати очень много подсказывает в этой жизни как учитель для меня да но у него свой взгляд на вещи у меня свой я немножко проще он немножко он все логик ему надо все считать он настолько у меня умный человек в этом плане я вы знаете живу как-то вот так спокойно вот не знаю мне какая-то уверенность что у нас все будет хорошо он все продумывать все просчитывает и прежде чем ехать ему надо было принять к тосят это решение потому что он мужчина хоть и решала то я а он просто со мной соглашался в этом вопросе он от куда ты везешь нашу семью но мне долго пришлось думать и чтобы уже правильно как-то вести то если я взяла это эти борозды правления на себя мне пришлось искать этот город я его загуглила нашла и нашла что в этом городе значит есть тогда это была маленькая группа сейчас этой группы уже нету работа и помощь по-моему она та самая называлась украинцам в албжах сейчас ребята этой группы уже нет сразу говорю там тогда было что-то 20 или 30 человек в этой группе и я пишу так и так такая-то семья едем едем значит в этот город ребята помогите может жильем может с работой ну с работы тогда мы как бы были спокойны хотя буквально через какое-то время мы звоним на это начать до этого координатора то есть это была фирма вот это значит был завод я не буду скрывать сейчас фуаретса значит едем а нам говорят не эти сейчас завод закрыт приезжайте приезжайте в сентябре как в сентябре у нас уже чтобы вы как бы допустим понимали выехать выехать из мариуполя очень сложно у нас при фронтовой город и поезда в основном идут на львов это военных возят или со львова на мариуполь а тут дальше развилка волноваха и все прочие эти вот опорные пункты очень сложно мы значит покупали билеты за ну наверное за месяц мы брали билеты да а тут получается говорит не приезжайте приезжайте позже ну позже у нас не получилось я говорю ну тогда извините что-то будем искать представьте билеты куплены все куплено а тут описательно едешь это как лотере неизвестно куда вы меня спросите сколько сколько денег я везла с собой денег я не олигарх сразу говорю у нас мариуполе вообще в украине невозможно заработать чтобы отложить что-то то есть в основном все уходит на питание на обучение мне помогли помогла мама бабушка просто какой-то был период мы продали в жилье у нас очень дешево стоит копейки и родители мама моя извините с тех денег которые там отложила дала мне всего две тысячи долларов я вам сразу говорю сколько я с собой везла но мы так нам сказали что мне надо две тысячи долларов каждого должно быть по 500 на человека ну вот эти деньги у нас были на руках плюс говорится неизвестность до едешь в неизвестность двумя тысячами долларов не банкир не не межфирмы все мы оставили и как говорится нашла я значит ребята отозвались буквально через несколько дней написали что так и так есть жилье есть фирма которая может нам помочь я благодарна этим ребятам сейчас их уже в этом городе нет это александр и андрей замечательные ребята я им признательно на тот момент они нас нам очень помогли они с нами носились значит мы приехали нас встретили этот человек у которого мы жили это был работодатель но работодатель можно сказать это такое большое слово у него маленькая фирма но поселил у нас в однокомнатной квартире мы жили то есть у нас была своя квартира однокомнатная да она была тесно конечно с двумя мальчишками которые уже взрослые но знаете все через это проходит когда приезжают сюда первый раз не зная языка не зная польских законов ты тут сказать очень сложно вот так вот приехала двумя тысячами долларов сюда и значит а дальше уже работали мужа устроили маленькую фирму он получал 2000 злотых но так как он у меня был так как он у меня сварщик не совсем такой сварки как ручная у него больше машины под действием флюса это огромные которые делают ремонты оборудования разных скажем вагонов то есть тут такого производства нет и ему его взяли маленькое производство я работала буквально через то есть 15 августа мы приехали заехали в польшу а в сентябре уже то есть не прошло и месяца я уже работала на кухне а ехали мы сразу скажу по безвизу по безвизу я ехала с детьми муж ехал по визе мне чтобы вывести детей пришлось ехать по безвизу говорить что я сюда еду к друзьям спасибо моим друзьям они мне дали телефон своих друзей слава богу теперь мы уже с этими людьми подружились ну скажем так ну они как наши знакомые сказать чтобы они наши друзья и это большое для меня слово друзья это знаете понимание друг горе в радости знаете когда тебе плохо он поможет это знакомые спасибо им они дали свой адрес что если что я могу на границе сообщить что едут они меня примут это было такое условие это был восемнадцатый год тогда ну вот то отдельная еще история сколько чего как мы везли но слава богу пересекли границу устроились на работу да хотела рассказать вернемся значит вот я жарю вал божих не выбирала но когда я приехала сюда я в него в этот город влюбилась ребята вы знаете его невозможно не любить красивый чистый зеленые погода здесь как правило такая знаете умеренная не жарко зима здесь теплая значит лето ну влажно влажно такое влажно скажем теплая жары такой нет очень мягкий климат мне нравится но есть проблема что очень часто идут дожди то есть бывает так что идешь утром в футболке вечером уже холодно нужно кофту то есть не так как мы я жила на юге у нас там жара и проблем не было с в чем одеваться но зимой очень очень тепло так вот такой вот климат тоже когда-то мне подписчица моя спрашивала какая какой здесь климат климат отличный то есть если кто-то любит а воздух ребята воздух здесь обалденный воздух а теперь хочу в двух словах рассказать ребята как я перевозила детьми детей то что я везла значит деток по безвизу значит для этого мы сделали деткам купили страховки самые дешевые значит когда вы будете делать визы вы можете и на детей купить там же страховки в идее банки вот мы детям купили страховки самые дешевые это да они что-то стоили 200 самое еще нужно чтобы значит привести сюда деть это самое детей надо обязательно со школы забрать документы то есть личные дела иметь прививки значит переводить сразу говорю ничего не нужно переведете здесь присяжного нотариуса то специально есть нотариус который и переводит и заверяет то есть наши те переводы которые вы делаете в украине они здесь не действительны это я говорю то что я просто это знаю я это прошла и что хочется еще сказать вот это все значит личные дела и медпрививки в школе когда мы пришли значит а мы здесь перевели мы здесь перевели значит это все очень дорого сразу говорю но ищите может где-то дешевле то есть за перевод личных дел двух мальчиков нам обошлось 770 злотых поэтому если едете сюда с детками ничего не бойтесь единственное как бы к вам такой вот пожелание если вы решили ехать сначала найдите работу потом обязательно группу то есть узнаете как снять жилье потому что жилье чтобы найти надо платить бешеные деньги кауцы может быть кто-то ну все равно в любом случае до каусы платить но будет проще если может быть даже вы снимите хусты но если вас там опять же пара там или маленький ребеночек вы сможете в хостеле первое время пока что-то найдете ли заработаете это за лучшее а так я жрю работа группа обязательно найти в этом городе куда вы уже нашли работу общайтесь потому что когда вы сами это очень сложно если вы с кем-то и вас много и вам проще переехать а я вам желаю удачи в следующем видео я расскажу как мы детей устраивали в школу всех со всеми прощай всем пока а была с вами ваша наталья удачи удачи